Около 200 человек личного состава, 20 единиц техники на берегу, с десяток плавсредств в море. Масштабная операция по спасению терпящих бедствия в шторм на пути из Одессы в Белгород-Днестровский. По такой легенде в Ильичевске прошли учения с участием пяти служб. В гуще событий оказалась и наша съемочная группа. Мэйдэй, мэйдэй, мэйдэй. Здесь рейдовый катер РК-51, РК-51, РК-51. Судно получило пробоину после столкновения с подводной препятствием. Есть опасный крен на правый борт. Буквально 15 минут назад на пульт диспетчера подступил сигнал бедствия. В открытом море, в 6 километрах от берега, терпит бедствие судно. За бортом оказалось около 30 человек. Началась масштабная спасательная операция. Учения в Ильичевске одни из наиболее масштабных за последнее время, признаются сами участники. Задействовано в них больше 200 человек. Военные моряки, береговая охрана, пограничники, спасатели, скорая помощь, полиция. Должна была быть даже авиация, но погода очень нелетная. Пока в море потерпевших кораблекрушение ищут катера, спасателей и пограничников, на берегу ударными темпами разворачивается мобильный оперативно-спасательный штаб. Здесь уже готовы принимать первых пострадавших. Прибыл Катя. Давайте организовывайте людей на встречу и на дня допомоги. Задействованы в спасательной операции и правоохранительные органы. Они протесывают береговую полосу в поисках выброшенных морем тел. Основная задача учений – добиться слаженной работы всех служб. Одна из палаток – штабной командный центр. Здесь каждый координирует работу своих подчиненных, при этом поддерживая тесный контакт с коллегами из смежных ведомств. На берегу работает несколько бригад скорой помощи. Их задача – принимать пострадавших. Даже если у жертв кораблекрушения и нету повреждений, то переохлаждение от купания в холодной ноябрьской воде им гарантировано. Кто работает медицинской службой МЧС, перегрузят к вам пострадавшего. Характер и повреждения пока не располагают информацией. Поэтому, видимо, тяжелых. Тяжелых уже доставлено в лечебную бассейновую больницу города Ильичевска. Шесть тяжелых, крайне тяжелых. Достали с политравмами, с переохлаждением. Мимо остальных, легкой степени переохлаждения в палатку МЧС, где оказывается помощь медицинскими работниками и сотрудниками МЧС. Работать спасателям надо не только очень слаженно, но и очень быстро. У оказавшихся в ледяной ноябрьской воде жертв кораблекрушения всего 20-30 минут. Дальше переохлаждение будет фатальным. Так как спасательная операция может продлиться до ночи, на берегу уже установили освещение и подключили генератор. А чуть дальше в палатках растопили буржуйки. Первонаперво пострадавших нужно отогреть и отпоить горячим чаем. Помимо медицинской поддержки, пострадавшие нуждаются и в помощи психологической. Многие в шоке. Их на берегу встречают квалифицированные психологи ГСЧС. Они же работают и с их родственниками. Мы просто делаем свою работу. Несмотря на ухудшающуюся погоду, спасательные работы в море продолжаются. Катера с выжившими продолжают пребывать. На данный момент принято 19 человек. 19 человек. Да, 19 человек. По информации, которая поступила от капитана корабля, который попал в данный шторм и потерпел крушение, за бортом находится всего 30 человек. Через два часа работы все условные пострадавшие на берегу. Швартуется и главная жертва – судно «Тендер» с пробитым, по легенде, днищем. Пассажиров встречают родные. Поставленная перед всеми службами задача выполнена. Руководитель учений, первый вице-губернатор, принимает доклад. Участники спасательной операции делятся впечатлениями. Водолаз Владимир Верник вытащил из штормящего моря пять человек. Думаешь, как надо правильно подойти к человеку, обхватить человека, доставить его на катер спасательный. Больше всего переживаешь за то, как человеку сделать не хуже. Плюс в экстремальных условиях во время шторма это в два раза сложнее. В реальной жизни у нас уже были трагические события с катером Иволга. И тогда и проводились такие мероприятия. Легенда с тонущим в штормовом море судном выбрана не случайно. Кабинет министров поручил провести такие учения после крушения катера Иволга. Трагедия в Затоке забрала 20 жизней. Еще двое числятся пропавшими без вести. Спастись удалось 22 находившимся на Иволге людям. Спасательная операция завершилась. 51 человек с потерпевшего бедствия судна доставлен на берег. И пусть это было всего лишь учение. Трагедия с Иволгой показала, что на море надо быть готовым к любой ситуации. Даже такой внештатной, как сегодня. Сергей Бандур, Валентин Мирза, 7 канал.